Ну что, друзья, ночь я пережила. Только что в 5 утра я услышала первых птичек. Это означает, что ночь закончилась. Это знаете, как в сказках, когда там злые темные силы слышат первых петухов и убегают. Всегда в лесу, когда я слышу первых птиц, таких уже утренних, это не совы, это абсолютно другие птицы, то сразу становится на душе как-то веселее. Честно, было не просто холодно, а очень холодно, поэтому я не могла заснуть вообще. Сейчас только что я себе приготовила вкусный чаёк. Тент моей палатки полностью замёрз. Боже, давайте посмотрим на это. Вот, вы видите, как всё серебрится. А также чуть-чуть подмёрз мой спальник. В общем, на память наследникам останется вот такое. На самом деле я долго думала целую ночь. Возможно, я предприму попытку в обологовом будете подняться на чаттердак, а далее буду спускаться вниз и ночевать чем ниже, тем лучше. Не знаю, где на море, не на море, но в любом случае не так холодно, чтобы снега там не было. Ну, конечно, очень красиво всё днём и ночью, ребята. Это просто... Ну, вот на мне надето всё, но очень холодно, нереально холодно. Ну, что ж, будем ждать, когда посветлеет наконец-то. Всё, я покушала, дождалась рассвета. Посмотрите-ка сюда. Посмотрите, какой он прекрасный. Солнце сходит быстро-быстро. Скоро оно согреет мою палатку и она наконец-то растает. Посмотрите. Посмотрите на это. Вот. Солнышко уже видно вот там вот по склонам. Вот-вот будет тепло. Ну, в принципе, я уже сижу с открытой палаткой, сложила спальник. Скоро буду собираться и выдвигаться наверх. Послушайте этот лес. Правда, прекрасно? Ещё раз хотела показать вам стоящее солнышко. А также вот на моей замёрзшей палатке. Посмотрите. Боже, какие ты пережила. Как я пережила эту ночь. Теперь, друзья, так как очень холодно, делаем с вами небольшую зарядочку. Поверьте, очень холодно. Реально очень холодно, хоть и солнце стало. Ну что, я вышла. Идти прикольно. Снег проваливается. Хорошо, что мои следы тут не одни. В общем, скоро я планирую быть на Экклюзи. У меня первый привал. Если честно, идти очень тяжело по ферну, проваливаешься всё время. Видно, что до меня тут отошёл, и я иду по его следам. Также человек, видать, шёл с собакой, потому что есть следы собачьи. Я сначала уже думала, что кабан, но оказалось, что всё-таки собака. Вот. Отсюда уже видно море, как оно блестит и переливается. Посмотрите. Потрясающе. За мной синее небо, и скоро я вздумаю зайти на Четвердаг. Расскажу немножко о бывшей ночи. Я уже её переварила. Одевши на себя всё, мне было всё равно жутко холодно. И честно, я бы это не хочу повторять. У меня какие-то плохие ассоциации с зимним походом. Я когда-то ходила в зимний поход и зарекала, всё, в зимний поход больше не иду. Весна, лето, только не зима. Ну, вот, собственно, решила пойти в соло-поход и получила зиму. Но это тоже опыт. Во всяком случае, у меня было чудесное утро. Очень тёплое, классное. Я сделала все свои дела, и я супер довольна на самом деле. Продолжая свой подъём, уже сняла с себя лишние бэбихи, потому что жарко подниматься. А что-то наверху будет, мы с вами посмотрим. И вот осталось уже немного. Там дальше в деревьях видно уже просвет, и скоро я выйду на открытую местность и увижу Алушту. А тут мы видим табличку «Ангар-Бурун». Старая табличка, советская. Но, тем не менее, указатели и маркера – это супер. Друзья, хотела включить камеру на вершине. Но, тем не менее, я поняла, что надо это сделать раньше. С каждым шагом выше. Просто настолько открывается рот от удивления и от потрясения. Честно говоря, захотелось тут остаться и помедитировать. Настолько красивое место. Вот, посмотрите. Вот там дальше за мной. Вон там, виднеет, такие старовская вышка наберевали. И туда я собиралась по коньку. Это хребет такой. Я туда собиралась, собственно, на Бабуган взойти. Но сейчас я вижу, что это в нынешних условиях нереально. Ну, кроме того, что там заповедник. А заповедник Харам. А вот, ну, красиво, но не в это время года. Там сейчас очень тяжело. Я думаю, и без воды. Я думаю, пару дней я потом колыпалась еще. В принципе, у меня есть суббота-воскресенье. Но мне, честно говоря, хочется на море. Осенью мы туда не успели. У нас алушта блестит, переливается море. Прямо всеми красками. Тут так же и тепло, как и на море, честно говоря. Я уже присматриваю себе полянку для ночлега. Вот сейчас я положу по вершинам ангар-буруны Экклези. А потом, наверное, по этому же пути спущусь. Вон там полянка с Кутузовского озера. Вот, собственно, там я и планирую заночевать. А утром прямая дорога мне к Валушту, через поля, сады. Вот. А там мы и найдем, где переночевать. А пока посидим немножко, повтыкаем. Знаете, что я вам скажу? Я ехала в Крым именно за вот эти моменты. О-ху-ху-ху! О-ху-ху! Ложенство.